Меня зовут Любовь и я работаю в софт-сервис команде InfoSec. Кто вообще про нас слышал? Молодцы! Кто слышал, чем мы занимаемся? В принципе. Меньше. Знакомо, лично. Хорошо. А кто вообще слышал и что-то знает про ВИСО стандарты? Окей. Руки все те же. Хорошо. Я благодарю предыдущего спикера Юрия. Супер, я запомнила имя. За то, что он сделал небольшой introduction по поводу information security и чем мы, в принципе, занимаемся. Поэтому я, наверное, начну, но без каких-то подробностей. Если что-то будет непонятно, поднимаем руку, задаем вопрос, ответ получаем в конце. Итак, сегодня мы поговорим так быстро. Это смс, бенефиты того, что вы проходите сертификацию в ИСО. Следующее. Что такое PDCA цикл, ИСО requirement, NXA контроль и сертификационные milestones. Все готовы? Наш поезд отправляется. Итак, information security. Кто, не читая, может мне сказать, что это такое. Я надеюсь, вам плохо видно, и вы не читаете. Окей, никто не знает. Тогда я прочитаю. Information security – это непосредственно такая штука, которая делает вашу информацию защищенной, доступной и целостной. Как вы думаете, через что и посредством чего это происходит? Ну, опять же, вес рук. Вы что? Вы бываете догадывает. Ага, понятно. Хорошо. Тогда запишите этот вопрос себе в блокнот, мы дальше к нему вернемся. Итак. Information security management system – это непосредственно та самая система, которая помогает information security делать информацию доступной, конфиденциальной и целостной. Это если коротко. Если более точно, приведу в пример мой разговор с моей младшей сестрой. Как-то раз я приехала в деревню к бабушке, и бабушка меня спрашивает, где ты работаешь, ты можешь мне объяснить? Я там долго в течение получаса рассказывала, что входит в мои обязанности, чем я занимаюсь. Бабушка такая, я не поняла. Но при этом все присутствует моя младшая сестра. И такая, где-то минут через пять подходит и говорит, я поняла, чем ты занимаешься. Я говорю, и чем? Вы являете неких драконов, которые гипотетически могут существовать. А потом вы придумываете способы, посредством которых, если эти драконы станут реальными, вы будете с ними сражаться. То есть короткая introduction. Чем занимается information security? Ну, да, мы такие маленькие драконоборцы, понимаете. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Перейдем к генхитам. Вы можете пока почитать. Я тут еще бумажечку прикреплю. Спасибо. 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 На самом деле я ждала, что они будут держаться лучше, но держатся плюс. Хорошо. Бенефиты. Какие плюсы получает организация, если она сертифицирована? Ну, чисто так. Из вашего опыта. Если у вас есть друзья, которым вы можете доверить ваши секреты, по какому принципу вы их выбираете? Подходит, смотрите, если на руку есть, но их она сертифицирована. Хорошо. Ну, а если так, например, что для вас будет показателем, что вот там вашему другу Васе вы можете доверять? Да. Пройдет осень. Хорошо. Принеси. Молодец. Он же его парень вывисовал. Еще раз. Он же его парень вывисовал. Рекомендации. Рекомендации. Он рассказал, что он отличник. Отличник. Отличники не всегда хорошо держат секреты. На личном опыте говорю. Как там прошлый опыт, да? Там вот ссылаясь на предыдущего, говорю, что отличники не всегда хранят секреты. Хорошо. Но если администрация этому отличнику не помогла? Очевидно, да. Я, ну, не в курсе. Хорошо. Если говорить о более каких-то конкретных примерах. Например, если мы поговорим об организации. Вот у вас есть своя организация, которую вы продвигаете. Но вам для продвижения непосредственно нужно использовать услуги другой компании. И вам нужно выбрать между компанией А и между компанией Б. То какую компанию вы бы выбрать? Дешевле, ну, не всегда дешевле лучше. Хорошо. Что еще? Надежность. Надежность. Есть. Плюсик? Всегда для репутации. Репутация, надежность, репутация, прошлый опыт. Дальше. Доля рынка. Доля рынка. Ну, все ушел, но так. Там сзади была рука. По стандартам работаем. По стандартам. Потому что если надо будет соцбади привлекать, то они уже будут на чем работать. Немного будет переплачивать, будет опустраиваться в компанию. Ну, хороший вариант. Также, как мы уже говорили, берется в учет цена. Если вы являетесь компанией, которая сертифицирована, то вы можете снизить ваши расходы непосредственно на то, чтобы покрывать какие-то дырки в ваших непосредственно стенах. Потому что, как мы знаем, information security – это некая стена, которая предотвращает выход информации из вашей компании куда-то вне. Соответственно, у вас есть стену, у вас есть крыша, которая защищает. И все то, что проходит через это, это все проходит через подписание идеи. Соответственно, вы можете выбирать той или иной компании. Точно так же и ваши клиенты будут выбирать ваши компании. Если вы можете им предоставить адекватную защиту их сорс-кода, если вы точно уверены, что ваши сотрудники не качают торренты и не постят сорс-код в социальных сетях, или, например, не проводят по своему RFID на экскурсию своего брата, свата и так далее. Я понял. Это был вопрос, на который я отвечу в конце. А про социальных сетях не бывает? Да. А демократии не бывает? Блин, не знаю. Не знаю, очень. Да, конечно. Сайты с ними. Я не знаю. Я не знаю. Подивиться на них, а какие молодецы. Ну, это как мы уже говорили про драконов. Все о них слышали, но никто не видел, потому что потом никто не выжил. Да. 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 Я очень надеюсь, что вы очень секьюрно защищаете эту информацию, которую вы там постите, шарите с другими людьми. Не простую мыть под спину. Да. Хорошо. Я вам верю, доверяю. Ну, а мы проверим. Хорошо. Хорошо. Я бы хотела акцентировать ваше внимание на том, что если ваша информация защищена и конфиденциальна, если у вас есть действительно это подтверждение, да, сертификация сама по себе это трудный процесс и дорогостоящий процесс. Этого никто не отрицает. Это факт. Но с другой стороны, когда клиент к вам приходит и выбирает между вашей компанией, которая сертифицирована, и компанией не сертифицированной, но с низшими ценами, чем у вас, выбор очевиден. Потому что все-таки для него защита прежде всего. Мы уже говорили о интеллектуальной собственности, там чуть выше. И, соответственно, любой человек хотел бы, чтобы то, что у него в голове, все-таки было защищено, и самое выходит у него из головы. Ну, так вот, коротко. Хорошо. Давайте дальше. Кто-то слышал непосредственно про 50-циклов? Подвинешь? Да? Хорошо. Потому что, на самом деле, методов имплементации ИСО есть очень много. Есть определенные, там, модели, есть определенные какие-то best practices, еще что-то, есть рекомендации. Каждый консультант с аутсорсинга будет помогать вам это делать каким-то своим уникальным способом. Но есть неотъемлемая некая модель, которая всегда происходит, ну, с каждым. Наверное, и не только в подготовке сертификации, и проведение сертификации. Любое планирование, любой проект проходит через эти четыре стадии. Непосредственно plan, do, check, action. Давайте рассмотрим каждый из них подробно. И так, Лэн, как вы думаете, что может происходить на этом этапе? Ну, чисто гипотетически. Планирование. 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 Хорошо. Так. Ну, непосредственно здесь мы говорим про то, что вы понимаете, что для вас ваша организация, чем она занимается, что она предоставляет, что конкретно она продает, и какие конкретные у нее цели. Потому что для того, чтобы прийти в сертификацию, вам непосредственно нужно будет определить ваш скоп. То есть, что вы подаете на сертификацию, какую информацию, какое количество людей, какое количество офисов, какие там нетворки или еще что-то. Что конкретно вы будете сертифицировать. И это входит в скоп. Также на этапе планирования у вас происходит написание Information Security Policy. Это первоначальный документ, который является основой того, что вы дальше будете уже непосредственно реализовывать. Один из основных документов Information Security Management System, так скажем. И непосредственно диск ассессмент. Это первый этап, когда вы анализируете, какие риски у вас есть, могут быть, которые не могут быть. Например, если ваше здание находится в горах, то риск затопления Тихим океаном минимален. Но при этом риск падения стен ввиду схода лавины, то он все-таки возрастает. И это все нужно учитывать. И когда вы непосредственно это все сделали, вы переходите на этап ДУ. Что происходит на этап ДУ? Как вы думаете? Хорошо. Что еще? Итак, у вас есть первоначальный план, что вы хотите сделать. У вас есть Information Security Policy. И соответственно вам нужно разделить ответственность внутри вашей компании, кто за что отвечает, кто будет оунером таких систем, какого оборудования, и кто, например, у вас будет отвечать за офис опор, кто у вас отвечает за IT, и что будет входить в их responsibility, и кто будет непосредственно это внедрять внутри ваших систем. Это вы делаете на этапе П. Когда вы делаете этап ДУ, вы приходите, собственно, к вашему IT и говорите. И вот мы написали эту политику. Согласно этой политике вам нужно 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ваш менеджер в IT говорит, а вы что-то за это доплачиваете? Ну, мы такие, ну, нет, наверное. Он такой, ну, хорошо, вот у меня есть зам, я ему дам распоряжение, и он это будет делать. Соответственно, у вас уже есть полиси, в которых ответственный за непосредственно IT является IT-менеджер, но при этом впроваживание самого полиси по IT уже на его заместителе. Это понятно? Супер. Хорошо. Также идет documentation management. То есть вы прописываете всю необходимую документацию. Что входит в эту документацию, мы будем говорить чуть позже. Следующее, вы делаете программу тренингов и обучение ваших сотрудников в безопасности, чтобы они не качали торренты, чтобы они там не шарили кофициальную информацию по клиентам. И все это должно быть донесено максимально юзерфранили способом, чтобы ваши сотрудники сознательно понимали, что можно, а что не можно делать. Иначе бывают такие ситуации, когда создаются security инциденты, и там выясняется в ходе реткос-анализа, что ревордность был проведен плохо, и сотрудник просто не знал, что нельзя на работе что-то делать, куда-то ходить и что-то смотреть. И также инцидент-менеджмент. Если у вас возникают инциденты, то вы смотрите и анализируете, как вы можете их резолвать. Кто будет отвечать непосредственно за инцидент-менеджмент, и что по итогу вам необходимо, и как вы будете этого достигать. Следующий этап – чек. Как вы думаете, что входит в этап чека? Проверка в полисе, направление действия, что еще может туда входить? Это надо. Проверка в полисе. Хорошо. То есть, в принципе, проходит процесс проверки того, что вы изначально запланировали, того, что вы сделали, и то, что вы делаете непосредственно на данный момент. Если это все у вас как-то коннектится одно с другим, либо у вас есть где-то какие-то дырыки в стенах, которые вам нужно изучить и найти некий способ, который будет их закрывать, и не только здесь и сейчас, но это на долгий промежуток времени. Ладно, перспективу в будущее. Сначала надо поучить. Не, может, конечно, с интернета скачать, распечатать. Возьмите, еще никто не отменял. Хорошо. Действительно, происходит мониторинг и проверка. Также вы непосредственно проводите ваш первый этап для интернета. Объясняю почему. Потому что, когда к вам придут внешние аудиторы, а они придут, если вам нужно получить сертификацию, они будут с вас спрашивать эвиденсы на то, что все то, что вы написали, работает. Нет эвиденсы – нет пояса. То есть эвиденсы нужны на все. Если вы говорите о том, что у вас каждый день там проходит через ваш пропускной пункт 100 человек, у вас должно быть эвиденсы, которые подтверждают, что через ваши двери выходит 100 человек. что они не только входят, но и выходят. Они не остаются. А вот так, если кто-то за трюмока нынче до единой приезжал, не было? Ну, нежелательно. Жить в офисе – нежелательно. Об этом мы говорим чуть позже, когда мы будем говорить про документацию. Но, в принципе, нежелательно. Бывает, конечно. Бывает, но это исключение из-за исключений. Так что, хорошо. И также непосредственно идет менеджмент-ривью, когда вы приходите к вашему менеджменту и говорите. Вот, смотрите, мы проделали какую-то, такую-то работу. Вот, получите, пожалуйста, результаты. Подпишитесь, что это те результаты, которые вы хотели. Либо привнесите, пожалуйста, ваши идеи, какие-то ваши предложения для того, чтобы мы как-то усовершенствовали эти результаты и для того, чтобы мы построили план действий на следующий цикл. Собственно, следующим этапом происходит это. Что, как вы думаете, там происходит такое? Ну-ну, ну-ну, ну-ну. Слушай, я прям тут лишняя. Слушай, я хорошо рассказываю. Да, я с вами совершенно согласна. очень жаль, что вы не говорите в микрофон, чтобы все это слышали. Аня, я имена в платформу, честно, прошу прощения. Происходит непосредственное резование тех нон-конформансов, которые были выявлены на предыдущем этапе. То есть, когда вы что-либо проверяете, у вас есть результаты этой проверки. Что-то работает, что-то нет. Если работает, плюсик. Если не работает, что делать с этим дальше? Это можно вообще отрезать, это можно починить. Либо можно сделать какие-то действия, чтобы это работало здесь, сейчас, и также сделать некие превентивные действия, чтобы оно не ломалось и работало и дальше. То есть, необходимо разбираться. И вот это происходит непосредственно на плане ЭК. И то, что вы получаете результатом с ЭК является вашим следующим шагом в план. Потому что все идет по кругу. Это круговорот воды в природе точно так же, как круговорот сертификации в организации. И также непосредственно Continuum Improvement это план, который утверждается совместно с вашим C-Level С-Level Плюс. И то, что в дальнейшем вы, например, будете усовершенствовать какие-то политики, какие-то планы, какие-то процедуры, какие-то метрики, что-то еще, что вы будете делать лучше. Потому что хорошо, когда по результатам одного года вы как минимум где-то в плюсе. Плохо, когда вы в минусе. Ну, такое есть, наверное, на нуле. Но лучше, когда у вас есть какой-то план по импрументу и вы дальше знаете, куда вам двигаться и что вы это делаете не просто ради сертификации, а что вы это действительно делаете ради самоорганизации, ради сотрудников, ради ваших будущих клиентов. Ну и, соответственно, как мы там говорили чуть выше про benefits, деньги. Клиенты все равно деньги. Все это признают. Ну, я надеюсь. Хорошо. А вопросы по этому слайду? Ну, хорошо. Супер. Можно поднять? Так. Сюра, голоснейший, на микрофон еще раз повтори. Да, да. Тут просто крайне цикавить, кто петерельно менеджер у ЗАЗИ. Какого уровня менеджменты, сцены менеджменты ризного уровня, какие данные свитки у менеджменты. Какого уровня менеджменты и сцены свитки. Знаете, короче, вот тут есть такое упражнение на тренингах парковка. Это когда в ходе непосредственно самого действия возникают вопросы, на которые если ты будешь отвечать, то все остальное после этого уже, ну, пропусто. Поэтому мы назовем его парковка. И я запишу сюда, Юрий, ваш вопрос. Я запишу. Кто такой менеджмент? Окей? Супер. Идем дальше. Итак, ISO Requirements. Непосредственно сам стандарт ISO 27001 говорит нам о том, что он состоит из двух частей. Первая часть это мандат и requirements, которые обязаны комплиментации вашей SMS-системе. И вторая часть это NXA, это приложение с контролями, которые среднестатистические контроли, которые желательны к исполнению, но не обязательны, так как вы можете быть не applicable или же у вас могут быть дополнительные контроли, которые не указаны в этом NXA. Сейчас мы пойдем чуть дальше подробнее. первое, что вам нужно определить это ваш контекст, скоп и leadership. Вот у нас такие ISO requirements. Давайте попробуем последний. И светит. О, светит. Смотрите, первое, это не первый этап, это может проходить 1, 2, 3, может быть 1, 3, 2, но это должно быть, если вы хотите получить сертификацию. То есть первое, это понимание контекста самой организации и непосредственно ожидаемых интересующихся партий, второго партия интересующихся сторон согласно вашего СМС. То есть эти interesting партия это может быть непосредственно ваши сотрудники, ваши клиенты и также сюда могут входить реквариументы законодательства в странах, в которых вы работаете. То есть реквариументы законодательства Болгарии и Украины в некоторых пунктах они разные и это обязательно нужно учитывать. Для того, чтобы не получилось непонимание с местным законодательством с местными органами власти. То же самое определение с КОПа СМС. Что будет входить в Ваши СМС? Какое количество офисов, какое количество сотрудников, какое количество средств ваших систем, в которых вы работаете, что вы хотите защищать? Вы хотите защищать клиентскую информацию или вы хотите защищать что-либо другое там, не знаю, там каких-то смурфиков. пример. И непосредственно Ваш менеджмент должен показывать, что он заинтересован в имплементации этого СМСа. То есть вот идет такое слово как leadership. То есть у Вас должно быть руководство, которое заинтересовано в имплементации самого СМСа. Чай он здесь. какие могут быть проблемы на этом этапе? Чисто гипотетически. Как Вы думаете? Это да, но это позже. Тут основной проблемой может быть проблема в определении скопа. Что будет входить в Ваш скоп? скоп. То есть кто будет составлять Ваш скоп? Тут нужно четко определяться с критерием, по которому Вы что-либо включаете, либо что-либо исключаете. Вам не нравятся мои буковки? Нет, только я снимаю. Спасибо. Хорошо. И непосредственно также проблема может быть включение менеджмента в Ваше сотрудничество по разработке АСМС. Так как менеджмент он всегда занят. Это менеджмент. Но смиритесь. И когда Вам нужно позвонить начальнику начальника Вашего начальника и сказать Здравствуйте, мне нужен опрос. Ну я разрешаю. Нет, мне надо чтобы Вы написали там вот я Вам отправляла там ИМЭЛ мне нужно чтобы Вы физически открыли Вашу почту и написали что вы опрос. И это может быть проблема потому что очень часто они встречаются с клиентами очень часто они где-то в бизнес трипах часто они вообще находятся на другом конце света и и это может быть маленьким притакцем к вашей имплементации это ну да это же менеджер нормально хорошо как вы думаете что что еще может быть с проблемой на этом этапе чисто гипотетически может быть да почему нет на этапе там например первоначальном вы думали что у скол будет входить какое-то определенное количество офисов например пять когда вы уже занялись непосредственно имплементацией вы поняли что три из ваших офисов они вообще по контролям не проходят потому что у них например фойе нет дверей вот ты заходишь и ты сразу попадаешь в офис и там например для того чтобы вам поставить эти двери вам нужно построить еще проходную вам нужно нанять гардов вам нужно там сделать еще какие-то реф-айди что это вообще такое зачем это нужно чтобы люди не могут так просто ходить то есть это все может быть также проблемой но для решения этих проблем есть отличное такое средство как интернет и баспрактис вы всегда можете зайти в интернет и поискать баспрактис по имплементации потому что люди они на самом деле они добрые и они делятся своим опытом есть очень хорошие сайты на которых более подробно более четко более ясно рассказано как работать с конкретными проблемами ну даже это не проблема это препятствие для того чтобы их проходить и идти дальше окей идем дальше документ менеджмент энд коммуникашн хорошо как вы думаете о чем здесь говорится исходя из того что вот мы раньше говорили мы уже как вы говорили если что так доступность да документация должна быть расшарена на всю компанию и доступна непосредственно это есть один из рекламентов ISO стандарта я думаю что да ну я не уверена может быть есть другие мнения но по моему мнению то что вы пишете это должно быть непонятно как минимум вам так же это должно быть понятно тем кто подписывается под этими политиками и берет на себя ответственность и так же это должно быть понятно непосредственно аудиторам которые придут к вам извне и спросят а о чем у вас политика собственно про что да абсолютно ну я не знаю почему люди думают что информационный секьюрити это какой-то там карающий аппарат который там только шлет гневные письма мы на самом деле очень открыты нам всегда можно позвонить и спросить там или написать если позвонить там нет возможности мы работаем в разных часовых поясах нам всегда можно отправить имейл и там спросить что это зачем я это получил и вообще почему-то я должен что-то с этим делать мы всегда отвечаем мы всегда знаем милые добрые и практически не злые хорошо непосредственно если говорить про документ информационный ревью здесь идет то мандат документ и со стандарт говорит о том что в определенных контролях в определенных частях самого стандарта есть обязательная документация обязательные политики которые должны быть у вас написаны например самый простой вариант это инструкция к старальной машинке я думаю что никто ее не читал перед тем как включать старальную машинку читали? вы меня удивляете хорошо ну я не читала честно вот положа руку на сердце я в принципе не читаю инструкции я думаю что это не совсем правильно я в себе этого променять не могу никак но например если мы говорим про политики они обязательны и они обязательны к прочтению это же не странная машинка да не стесняйтесь не стесняйтесь не стесняйтесь мне очень интересно про тест да мне очень интересно про контракт нет вы говорите я пишу я записываю там был такой тест по секьюрити я его сдал а потом каждый год оно проходит сдай снова да а еще я не буду сдавать тогда я возьму плеску и приду к вам буду дикат ну у меня других вариантов нет потому что когда вы переходите на сдачу непосредственно самого теста вы читаете политики в которых написано черным по белому и то что информация скверти тренинг и ворнесс программ нужно сдавать раз в год каждый год ну сори это не я встала ну короче ворнспарковка мы с вами обсудим когда и как я приду хорошо непосредственно давайте вернемся к нашему документейшн и коммуникейшн что какие могут быть здесь проблемы прежде всего это держать вашу документацию up to date потому что документов очень много честно я вам вот человек который работает с документацией говорю у нас очень много скандартов очень много политик очень много каких-то там процедур которые ты должен постоянно проверять и у вас соответственно должен быть механизм по которому у вас ни одна политика ни один гайдл ни что не останется без внимания что еще может быть также может быть проблема например от олнеров получить кихо проуф по рискам по каким-то диссиженам или по каким-то митингноутсам еще что-то да у вас есть ребенка что вы о чем-то поговорили но иногда бывает опять же как я говорила выше сложно получить физически написанный аппруф от нужного человека потому что не всегда если человек получает мейл он его читает если там не написано саппом в случае непрочитки штраф я не знаю почему но люди так делают и также следующий этап сейчас опустим если ничего не пропустили окей непосредственно про сам документ менеджер вот вот это такая злёголочка из того как состоит непосредственно вся вот эта мандат документ или документ там пять минут о супер я ещё большую часть молотила верхний уровень политика это то что вас must have и то в чём вы прописываете что где и зачем потом у вас есть стандарт где вы прописываете кто через что и зачем это будет делать потом процедура непосредственно степ бай степ куда войти что там взять и куда потом выйти и best процесс то есть ваш гайдлайн он может быть может не быть политика оказана быть в любом случае гайдлайн говорит о том какие могут быть там рекомендации что не ходи против ветра ходи только по ветру это гастфакт проверена жизнь следующий слайд риск менеджмент непосредственно это для меня на самом деле это один из таких больших пластов по имплементации смс потому что риски это те самые драконы про которых мы в принципе очень часто что-то знаем но знаем из каких-то внешних источников это если мы говорим про первоначально когда у нас мы уже прошли не один цикл соцсертификации когда у нас уже не один цикл интерно ауди то мы что-то уже знаем у нас уже есть какая-то входящая информация но если это проходит все в первый раз это очень сложно и чтобы было бы лучше проще это непосредственно выбрать тот модель по которой вы будете работать с рисками есть очень много моделей очень много практик по тому как определять риски что их нивелировать принимать или как-то покрывать что с ними дальше делать вопрос в том на самом деле какая практика лучше подойдет вам например вы когда делаете чай кому-то проще сначала поставить заварку потом залить горячую воду потом добавить сахар кому-то проще сначала заварку сахар потом воду кому-то воду потом сахар потом заварку и проблема непосредственно то что я и говорила основной это выбрать саму методологию по которой вы будете работать с рисками также вам нужно будет что-то с ними делать когда придет аудитор он вас спросит где ваши риски как вы с ними работаете что вы с ними делаете и если у вас есть риски которые выше high level там уже могут быть проблемы потому что в принципе у вас их не должно быть а если они у вас есть то с ними нужно что-то делать до прихода аудиторов и также непосредственно получение approval от information owner они не пожители но мы про это уже говорили хорошо следующий слайд собственно вот так в идеале должна выглядеть таблица по риск менеджменту вы идентифицируете анализируете что-то делать какой-то план с ними потом мониторинг имплементация оценка контроль вот и снова по новому кругу все то же самое в жизни это так хорошо идем дальше мониторинг и эвалуэйшн давайте поговорим здесь непосредственно я бы хотела уделить интернал аудиту время про все остальное это не так не так важно как про интернал аудит это такое тоже из разряда риск менеджмента только еще хуже потому что интернал аудит должен быть человек который не включен в вашу команду но который знает что такое ISO-сертификация и в этом разбираться и знать где и когда могут и должны быть использованы те или иные контроли например вы можете либо выучить создать такого своего человека который например ваша организация уже давно долго и надежна либо вы можете отдавать интернал аудит на аутсорсинг вы можете приглашать какого-то специалиста есть компании которые непосредственно предоставляют такие возможности что-то со звуком хорошо и что по этому поводу еще нужно добавить то что непосредственно все то что вы делаете оно должно ревьюваться менеджментом вот тем самым менеджментом о котором мы поговорим если хватит времени я надеюсь не хватит если хватит поговорить потому что вам нужно получать фидбэк от менеджмента вам нужно хорошо хорошо так апрув от менеджмента и фидбэк от менеджмента являются основой для того чтобы вы могли что-то сделать и планировать дальше continuous improvement improvement это собственно про менеджмент вы получаете фидбэк от менеджмента идете домой и что-то придумываете какой-то continuous improvement что и как вы будете улучшать на следующем этапе и после этого вам нужно резолтать нонконформансы которые были выявлены на предыдущем этапе интернет аудитор так как если к вам придет в сторону аудитор и выявит те же самые нонконформансы что у вас были выявлены интернет аудитор у вас не было проведен никакой хозанализ и вы ничего с этим не сделали это может привести к майнер нонконформансу который к сожалению не заст получить сертификацию ну просто за свою информацию и собственно вот этот NXA о котором уже раньше говорили это рекомендации по наилучшим контролям которые вы можете накладывать по тем или иным например сферам по compliance security policy и так далее и тому подобное также основным документом здесь является statement of availability название на трибут со в котором вы прописываете основную информацию потому что где и как у вас будет непосредственно приментировано и также у вас есть определенные критерии по включению и исключению тех или иных контролей по внедрению например business requirements все зависит от того что как такое бизнес вы делаете если вы занимаетесь эффективным производством те контроли которые на IT компании накладываются они могут быть вам не applicable также client requirements клиенты это одна из заинтересованных сторон на их входящую исходящую информацию вам нужно ориентироваться для того чтобы быть успешными на рынке и непосредственно риск assessment resourcing мы говорили про риск assessment риск менеджмент собственно вы можете улучшать ваши контроли основываясь на результатах хорошо следующий это implementation milestones я вижу в ваших глазах голод и поэтому давайте просто так быстро посмотрим что мы уже проходили непосредственно сюда смотрим сюда не сюда сюда смотрим вот на эти таблички я надеюсь что как-то будет у меня больше времени как всегда прежде всего information security мы с вами поговорили сегодня о том что такое information security чем они занимаются мы поговорили с вами про sms про ISO requirements про challenges и непосредственно про scope тот который выходит на ISO сертификацию значит мы поговорили про mandatory documentation мы проговорили про communication risk management internal audit improvement и state management о profitability и MSA ваш контроль если у вас есть две минуты на вопрос у нас есть две минуты на вопрос и я вернусь к парковке кто такой менеджмент вот я не менеджмент потому что у меня нету тех возможностей и тех responsible которые дают мне право что-либо решать и быть там оунером чего-либо например начальник моего начальника он идет с частью менеджмента вот он может это решать то наверное уже все-таки зависит от левела этой организации почему без нато всякие битари вот и с нами за нами так мы там чуть выше говорили про responsabil и мы определяем тех людей в политиках на которых возлагаются те или иные ответственности вот это вот менеджмент который может что-то решать и он является за что-либо ответственным я нет и он может быть и это может быть и просто человек который является например членом люди потому что он является держателем контрольного пакета акций к примеру окей я еще отвечаю на этот вопрос по тестам все понятно хорошо еще вопросы у меня вопрос есть хотите можно я же есть мне резница ниж сертификационной компанией которая проводит удовлетворение EFOR проводит удовлетворение а UALTDES экстренов удовлетворение как разница мы говорим на всех кредибилии 3D компания без сертификата еще разница сертификата от EFOR и сертификат от какой-то маленькой нижкой компании UALTDES окей вы знаете очень хороший вопрос ну то есть да действительно мне было бы со мной интересно как вы могли бы ответить на этот вопрос это зависит из киня от если мы заходим мы делаем дешевшую компанию возьмите LMO от 100 или пронавидней не бачит например у нас сертификация сертификация ERSTON YANG мы сертифицированы от ERSTON YANG нашим клиентам это заходит окей пока еще никто из клиентов нам не ставил реквариументы я хочу чтобы вы сертифицировались в той компании потому что у меня там умный чайник такого и не было честно Ладно Еще вопросы? Нет? Нет? Все Всем спасибо Всем спасибо